Всем привет. Всем привет. Я за рулем. Куда мы едем, Паша? Мы решили поехать в Гдыню. Город Гдыня. Это Балтийское море. И ехать нам еще не видно. 580 километров. Еще 6 часов дороги. Плюс еще перерывы будут по полчасика несколько раз. В общем, едем на море. Долгожданный отпуск. Обязательно поснимаем видео там. Смотрела погоду. Увы, погода не особо хорошая, но мы все равно будем плавать. Так как отпуск долгожданный. Наша дорога только началась. В общем, вот так вот едем. Будем дальше снимать видео по нашей дороге, потому что будем проезжать через некоторые города. В общем, до следующих видео. Чао, пока. Так, всем снова привет. Мы на парковке встали, пообедали или позавтракали. Я знаю, как точно. В общем, вот такие здесь парковочки есть вдоль дороги. Туалет бесплатно. Есть лавочки. Правда, почему-то они мокрые. Лучше утро и роса. А, утро и роса, в общем. Ну, в общем, так вот симпатичненько здесь. Заехали, отдохнули. Отдельно. Перекусили. Отдельно. Для автобусов, для машин. Да, отдельно. Для автобуса. Здесь вот тир на автобусной стал. Ну, бывает. В общем, мы здесь вот для обычных машинок. В общем, нам еще осталось ехать 300 с лишним километров. Еще сделаем одну стоянку. Не знаю, где нужно поискать сейчас заправиться. Мы проехали сейчас мимо указателя Лодь, город. Но решили не заезжать. Хотя надо было, наверное, поехать заправиться. Сейчас посмотрим, где дальше там поедем. Ну, в общем, в нашем пути уже как бы треть пути проехали. Даже чуть больше. В общем, едем дальше. В следующем видео встретимся. Всем снова привет. В общем, мы заехали на очередную остановочку, паркинг. Здесь гораздо интереснее. Вот здесь есть и лавочки, и детская площадка, и Бургер Кинг там на заднем плане. Уже помимо туалетов еще и душ есть. Вот здесь рядом лесочек. Очень дорогая заправка. Очень дорогая заправка, да. Потому что предыдущее видео там возле города Лодь было. И мы там вот, в принципе, заехали на территорию города. Заправились по 1,65 газ. Перед выездом у нас во Врослое мы заправились по 1,55. А здесь сколько, Паш? По 2,14. 2,14 здесь вот вдоль трассы. Ну, естественно, вдоль трассы всегда дороже, но 2,14 это, конечно, очень дорого. И получается на полном баке 10 злотых. А 10 злотых, это как бы, ну так, немало получается. 10 литров горючего. Ну, там, даже больше, чем... А, нет, не 10 литров. Ну, ладно, как бы. 7-8 литров горючего дополнительно можно купить. Поэтому мы будем ехать дальше. Нам снова нужно будет заправляться километров через 100 с хвостиком. В общем, будем опять искать не вдоль дороги, а в какой-нибудь город заедем. Вот так вот. В общем, погода, конечно, уже пасмурная. Было солнышко по трассе периодами. Сейчас уже пасмурно. Посмотрим. А здесь даже дождик был небольшой. Ну, в общем, дальше еще сниму. Нам осталось всего до Гдыни, до того адреса, куда мы едем заселяться, нам осталось 200 километров. В общем, еще где-то остановимся сниму или уже на месте. В общем, до следующего видео. До следующего видео. Всем снова привет. Мы остановились пообедать в какой-то деревне. Нашли тут съезд. Увы, не нашли стояночки с лавочками. Но мы съехали с платной дороги. Мы там немного проехали по платной дороге. Съехали, заправились. И то, что я там раньше говорила. В общем, если бы мы заправлялись там вдоль дороги в очень дорогих заправках, где газ по 2,14, то мы бы на нашем баке 20 злотых переплачивали бы на полном баке. А это все-таки реально 12 литров горючего. Даже больше, наверное. 13 литров. В общем, Паша тут отдыхает. Такое красивое место остановились. Правда, там раньше я видела, но мы быстро ехали, проехали в парковочке, где были лавочки, столики и рядом лес. Ну, здесь вот тоже какая-то роща. Красивые цветочки такого сиренево-голубого цвета. В общем, нам осталось 100 с хвостиком километра доехать. Даже меньше, ну, меньше уже. В общем, остановились. Сейчас перекусим и поедем дальше. Уже обед. И солнышко вышло. Очень погода радует. Может быть, даже сегодня на море уже окунемся. Ну, скорее всего, окунемся в море. В общем, ладненько. До следующего видео. Не знаю. Это, скорее всего, уже точно будет в Гдыне. Видео покажем комнату, которую мы сняли. Или сегодня, или завтра сниму видео. Потому что мы там койко-место берем. Но женщина-властителька сказала, что с завтрашнего дня мы даже одни будем в домике. Так что, наверное, завтра я сниму. Ну, в общем, ладно. Поехали, да? Покушаем и поедем дальше. До следующего видео. Вот мы и видим впервые в жизни Балтийское море. Буквально минут пять от нашего дома. И уже пляж. Но единственная проблема, что спуска к нему как такового нет. Вот такие вот крутые спуски. Их очень много. Но я не рискну здесь спускаться. Хотя людей как раз в таких местах нет. Мы пойдем дальше вдоль берега. Нам хозяйка помещения сказала, что дальше есть нормальные ступени и пляж. В общем, с Пашей пойдем туда. Комнату мы уже сняли. Очень хорошая женщина. И цена низкая. И, в общем, все здорово. И никаких с ней проблем. Очень рады. 200 злотых нам обошлось четыре ночи. На двоих. И у нас одна комнатка с Пашей. Две больших таких кровати. Я думаю, мы будем спать на одной, а на другой вещи проскладываем. Ну, вот так вот. В общем. Вот. Зеленый такой берег. И крутой спуск. Вот. Ладно. Дойдем до пляжа. Сюда сниму видео. В общем, до следующего видео. Немного прошли мы от того места, где мы снимали предыдущее видео вдоль берега. И нашли спуск. Вот мы уже на берегу. Но единственное, что здесь вот камни. Там изначально возле спуска был маленький пляжик. Но вот вдалеке виднеется хороший песочный пляж. И людей там, в принципе, не так уж и много. Радует то, что вышло солнышко. Ненадолго, видать. Потому что небо пасмурно. Но солнышко так выглядывает периодически. И уже не так холодно. Я надеюсь, что мы сегодня поплаваем, покупаемся. Плавать-то я толком не умею. Но окунуться хотелось бы. Все-таки впервые мы на Балтийском море. Вот, кстати, я не знаю, говорила, не говорила. Мы с Пашей в Гдыне. И это место называется Бабе Долы. В общем, этот пляж именно так и называется. Пляж Бабе Долы. В общем, отдыхаем. Не знаю, где будет следующее видео. Или еще на пляже сниму. Или уже завтра. Потому что мы с Пашей хотим тут близлежащую территорию посмотреть. В общем, ладно. До следующего видео. Когда бы оно ни было. Всем привет от Балтийского моря. В общем, сегодня у нас второй день отпуска. И мы с Пашей проехали вдоль побережья на машине. 15 километров. И здесь такая как затока моря. И здесь не настолько ветрено, как у нас там рядышком. Но погода сегодня вы видите. Вот какие тучи. И обещали на сегодня грозу. Я думаю, что обещали не зря. Потому что действительно небо все затянуто. Но сегодня гораздо теплее. И вот это место мне гораздо больше нравится. Посмотрим. Ну, вода, конечно, все равно холодная. Но место красивое. Так что посмотрим. Покупаемся, не покупаемся. Но, наверное, будем сюда ездить. Потому что здесь ветер не такой сильный, как у нас. Рядом с домом. Ну, в общем, всем привет от Балтийского моря. Всем привет с побережья Балтийского моря. Были мы на пляже, когда я снимала видео. После того, как я сняла видео, погода распогодилась. Я даже окунулась полностью в Балтийское море. Паша до колена снова. В общем, полежали, позагорали, обсохли. Но вот там вот видно, там дожди идут. И как бы они проходят, слава богу, стороной пока. Вот, мы решили проехаться по побережью. Чуть дальше, километров 20 с лишним мы проехали. Здесь где-то неподалеку замок. Ну, вот еще смотрим, что здесь вот эта скульптура из дерева. И вот какой-то парк еще есть культуровый. Не знаю. Мы, наверное, пройдемся, посмотрим. И назад вернемся к замку. Посмотрим замок. Я там тоже видео сниму. В общем, позагорали, покупались. Ну, я покупалась. И решили чуть-чуть порассматривать местность рядом. Ладненько. Следующее видео будет возле замка. Наверное. Сейчас посмотрим. Всем привет. Мы возле замка вот этого вот, который рядом находился. Не помню, как он называется. Ну, в общем, симпатичная такая территория здесь. И замок такой, в принципе, не маленький. Вот так вот. Рядом здесь есть питомник. Как? Да, получается? Конюшня. А, конюшня. Конюшня, потому что там только лошадки, да. Можно покататься. Сорок злотых полчаса прогулочки на лошадке стоит. Ого, столько велосипедов здесь. Гости приехали посмотреть. Ой, гамачок есть. Здорово. Ну, ладно, я еще сниму, наверное, видео с другой стороны. Замка. И скажу, как он называется. Здесь мы на другую сторону замка. Замок называется Жуцево. Вот. Это центральный вход был. Ну, и вот как сам замок выглядит. Красивый очень. Внутри там реставрация. И отель, я так понимаю. Красивая там беседочка вот эта. Вот. 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 Были рядом с этим замком. Там конюшня. И я узнавала, сколько стоит покататься на лошадке. В общем, 10 злотых 5 минут. 10 минут стоит 20 злотых. А если полчасика прогулочка тут по ближайшей территории стоит 40 злотых. Очень красиво здесь. Вот так вот. Отдыхаем на море и гуляем по замкам близлежащим. Красиво. Паша говорит, здорово было бы иметь замок. Ну, вот вообще в былые времена. Насколько здорово замок у моря. Да, действительно здорово. А ещё и какой замок такой красивый. Большой. Вот так вот. Ну, ладненько. В общем, до следующего видео. Вот от замка мы спустились на берег к воде. И вот такие здесь деревья. Как бы. Потому что вода, видать, омывает, когда поднимается уровень. И дерево вот просто с голыми корнями. И таких здесь немало деревьев. Голые корни. Вода всё обмыла. В общем, такие вот. Очень красиво здесь такие волны и деревья вдоль пляжа. Здорово. Там даже вот детки купаются дальше, я вижу, вдоль берега. Очень здорово. Посмотрели на замок, решили снова спуститься к воде. Так как мы на море приехали. Красотища. Продолжаем наши прогулки по побережью. Вот зашли мы на такой пирс. И так здорово. Он настолько шаткий. Намочили ножки. У меня мои сейчас сохнут. Потому что я в таких вот босоножках не очень предназначенных. Для прогулок долгих. В общем. У Паши получше. Обувь мне вот такие надо было тоже брать. Не взяла. Очень здорово здесь так на этом пирсе. Посидели, отдохнули. Погода пока радует. Я вообще думала, что всё-таки будет гроза. Но облака так бегают, бегают. А дождевые тучи пробегают мимо подальше от нас. В общем здорово. Пройдёмся ещё дальше вдоль берега. Там у меня... Я на карте смотрела. По Google Maps показываю, что там ещё что-то есть, что посмотреть. Называется Домб. Ну я думаю... Ну просто берег, но красивый ещё. Пройдёмся туда. Потом вернёмся на парковку и на машине уже поедем в наши края. Вот так вот красотища вообще. Отдохнули, посидели. Напишешься у водички. Вот там катаются так громко. Паша хочет у нас полетать с парашютом на береге. Или на виндсёрфе. Но виндсёрф стоит 35 злотых в час. А если с инструктором, то все 80 злотых. Так, в общем, что-то чёткость у меня потерялась почему-то. Ну ладненько, в общем, до следующего видео. Пошли мы гуляли по берегу и наткнулись на вот такой вот гриб. Вот, для сравнения, да, Паша свою руку подставляет. Такой вот гриб вырос. И с непривычки, конечно, очень-очень много комаров здесь. Просто грызут. Мы вчера вечером сидели во дворе. Не так уже часиков с семи, с восьми. А вот сейчас были здесь в сыром месте. И днём кусают комары страшно. Вообще. Поэтому ощущается сразу разница от Вроцлава, да. Что там во Вроцлаве вообще нет комаров. Но так как там специальная программа была по истреблению комаров. Интересно, что они всё-таки сделали с экологией или с чем. В общем, во Вроцлаве нет комаров. Вот так вот здесь, конечно, комары кусаются. Просто очень голодные комары. Идём обратно к машине. Поедем. Поедем уже в наши края. В общем, здорово сегодня день провели. Катаемся, исследуем местность тут поближе. Может быть, завтра выберемся куда-то подальше. На пляж. Ну, просто на пляже не будешь проводить целый день. Хочется ещё что посмотреть. Поэтому завтра, надеюсь, погода будет тоже хорошая. Погуляем на пляже. Может и покупаемся, если солнышко будет. Поедем куда-нибудь дальше. Буду снимать тоже видео. В общем, всем уже, скорее всего, до завтра. Ну, или до следующего видео. Пока-пока. Всем привет из Гдыни. Мы приехали с Пашей сегодня в город. Так как погода совсем нелётная. Сегодня всю ночь шёл дождь. Утром шёл дождь. Сейчас у нас обед. И мы выбрались в город. Есть такой парк Леновый. Я так присмотрелась, где можно провести время, если день пасмурный и на море нам не грозит пойти совершенно. Пойдём в экстремальный парк. Походим по подвесным дорожкам. На тарзанках покатаемся. Здесь в Гдыне и в Гданске есть несколько таких парков. Вот я присмотрела. И ещё, может быть, покатаемся на лошадках. Я пошла в самую подходящую конюшню. Где отзывы хорошие и лошадки классные. В общем, с Пашей сегодня так по-культурному будем гулять по городам. Ездить, кататься на машине. Потому что погода не для купания. В общем, всем привет из Гданска. До следующего видео. Всем привет из Гдыни. От того парка экстремального мы прошлись вдоль берега. Хотели посмотреть, здесь пляж этот центральный. Вот. И лодочки. Дошли до парка аттракционов. Вот. Это колесо обозрения. Там крытые капсулы. 125 злотых с человека. Мы решили, что для нас это дороговато. И поэтому как бы не зашли. Пустился такой неслабый дождь. И мы с Пашей вот здесь вот под зонтиком спрятались. Присели. Но нужно возвращаться к машине. Не знаю, если дождик закончится, мы в тот парк зайдём. И попробуем как там оно поэкстремалить в Гдыне. В общем, конечно, погода совсем-совсем не радует. Дождь такой очень неслабый пустился. В общем, вот так вот. Ну, нам очень понравилось здесь. Красивый пляж. И вообще очень красивая такая линия пляжа. Там и парк рядом. Зелень, вода. В общем, здорово. Ну, ладно. Посмотрим, откуда будет следующее видео. Пойдём ли мы в тот парк или поедем обратно. Не знаю. В общем, до следующего видео. В общем, дождик был продолжительный. Вернулись мы на ту экстремальную линейную дорожку. Там, в общем, всё мокро было. И девушка как бы нам сказала, что очень рискованно по такой погоде там лазить на верхушках деревьев. Вот. Сказала, что может быть завтра. Но если погода будет нормальная. В общем, мы с Пашей тут ещё посмотрели рядышком, куда можно поехать. Вот смотровая площадка на Гдыню, на пляж. В общем, решили отсюда посмотреть. И дальше сейчас посмотрим, куда ещё поедем. Но так как погода не лётная, то можно, по крайней мере, посмотреть достопримечательности. Вот так вот. В общем, такой вот здесь крест огромный. Вот. Где Паша делся? Не знаю. Ну, вот так вот. Это здесь смотровая площадка. Она над Гдыней получается. Вот так вот. А, вон Паша. В общем, ну, в любом случае, отпуск. Отпуск. Это радостная пора. Год. Так что отдыхаем, смотрим всё. Всё, поехали дальше? Поехали дальше. Хорошо. Вот мы на пляже города Сопот. Да. Вот это огромный пирс. Вот там вот. Вход на него стоил 7,50. Мы с Пашей не пошли, потому что очень... Ну, мы запарковались только на часик. Поэтому как бы просто пошли погуляли там немножко по прибрежной зоне. Купили себе магнитик. Покормили здесь чаек. В общем, и решили чуть по берегу пройтись. И уже пойдём скоро к машине. Уже как бы вечер. К сожалению, больше сегодня никуда не съездим. Но на завтра уже есть планы. Если вдруг погода будет опять плохая, то мы ещё будем кататься. Но как бы вряд ли будем купаться. Потому что вот здесь чайки настолько близко подходят. И не боятся, в принципе, туристов. Ну, так. Насколько они боятся. В общем, вот так вот. Ну, завтра продолжение следует. В общем, уже будем ехать домой, потому что уже начало седьмого, наверное. Нет. Около шести уже сейчас. Вот. Будем ехать домой, готовить ужин. В общем, вот так вот. Прощаемся с пляжем Сопотом и вряд ли сюда ещё приедем. А вот в Гдыню, наверное, завтра ещё вернёмся. В общем, ладненько. До следующего видео. Всем пока. Так. Мы сегодня едем на косу Хейль, кажется она называется. Я ещё позже скажу. И вот нам ветряки так машут. Сегодня очень ветреная, достаточная погода. И вот плохо видно отсюда. Наверное, сейчас Рабурс будет получше. Такая красотища. Вот где-то сейчас, наверно. Видно, не видно? Вот. Видно, видно, но так. Видно, видно, так вдалеке, как они стоят эти. В общем, дорога у нас ещё, ещё нам 45 километров ехать. На самый-самый край косы заедем. А коса сама, наверное, протяжённостью где-то километров 30-25 может. Посмотрим сколько. В общем, сниму следующее видео уже с косы. Может быть, Паша... Может быть, Паша... А вот, ветряки прям так близко. Я просто обалдеть. От них есть что-то у них такое красивое. Сейчас прям близко будет. Да-да-да-да-да. Вот они прямо рядом. Толь дороги. Красотища какая. Да-да-да-да-да. Целая поляна. И небо такое пасмурное, а там дождь идёт, и очень сильное. Небо красивое, и Паша красивый. Вот-вот, прям рядышком. Класс. Видео посвящено вихрьми стрекам. Класс. Как они мне нравятся, они такие могучие, огромные. Так близко мы ещё не проезжали прям рядышком. Класс. Ладно, следующее видео будет уже с косы. Вот мы добрались до конца этой косы Хель, и мы с Пашей решили здесь посмотреть достопримечательности. И вот это у них маяк морской. Единственное, что он не такого впечатляющего размера, как я думала, но всё-таки это первый маяк в Польше, который мы с Пашей увидели. Вот такой вот он, красный, большой. Ну, как большой, ну, не маленький, конечно. Ну, небольшой. Небольшой, но... Ну, с этого маяк начинается Польша. Да, да, с этого шли мы, ну, точнее, ехали ещё и на таблице, на табличках было написано, ну, на одной я прочитала, что Хель это то место, с которого начинается Польша. Но если судить со стороны Балтийского моря, то это и правда так. Это самая дальняя точка в Балтийском море Польши. Вот так вот, в общем, мы ехали был и дождь, и ветер, и ужасная погода. В общем, сейчас уже чуть-чуть распогодилось, но пришлось переодеться потеплее. Вот так вот, ну, ладно, следующая достопримечательность не знаю, какая будет вообще, посмотрим, что мы ещё, но до следующего видео. Вот мы и на конце пирса Хеля, это выходит самая-самая дальняя точка Польши в Балтийском море. Вот, получается, это вот, где мы непосредственно сейчас находимся, это конец самого долгого пирса, это выходит самая-самая-самая дальняя точка Польши в Балтийском море. Вот, здесь много кораблей, вот, ветер очень сильный, но благо, с одной стороны, бетонная стена закрывает всё, вот, и ветер, ну, как бы тут не сносит нас всех, но волны такие, что вот брызгает прям вот на пол, не смысл. Вот прям через эту огромную... А здесь высокая? Ну, где-то метр шестьдесят, наверное, высота идёт. Ну, полтора метра она где-то, полтора метра. Ну, здесь она полтора метра, а там ещё. В сумме, наверное, может быть метра два с половиной три. Ой, облело, облело меня. Здесь вдоль берега вот такие вот, ну, точнее, вдоль этой пирса вот такие вот штуки лежат защитные от ветра, от больничьих, от ветра, от волн, от всего такого, что может разрушить. Ну, в общем, вот такое у нас сегодня путешествие в Хель. Вот так вот. Скоро будем ехать обратно. Завтра у нас обратная дорога во Вроцлав, но по пути мы ещё хотим посетить там как минимум одно место или даже два. В общем, видео ещё будут. А на сегодня, наверное, всё. Мы уже будем в обратный путь домой ехать. Ну, я ещё хотела снять там место, потому что здесь, получается, такая коса очень долгая, и мы проезжали через лес. Ну, как бы, ну как, там, наверное, нет определения, что это лес, но очень красивые сосновые там посадки такие густые. Вообще, я думаю, я ещё по дороге на парковку сниму последнее видео. В общем, до следующего видео. Так, это последнее видео на сегодня. Вот такая вот железная дорога идёт вдоль всей косы практически до самого её конца. вот, и мы уже на обратном пути, вот, остановились. Как бы, вот, смотрите, вот здесь лес. Ну, такой, как бы, смешанный. Нет, тут даже хвойный лес на косе. И так вот вдоль всей дороги, в принципе, идёт лес. Вообще здорово, как бы, то, что сочетается и море, и лес. Вот так вот, в общем. Пляжи. Пляжи. И сейчас ты хочешь пойти посмотреть винсёрфинг, да? Ну да. В общем, пойдём, может быть, ещё Паша покатается. Напоследок, если мы всё-таки, если мы будут кататься, я ещё видео сниму. А так, в общем, планов пока последние. Вот так вот запарковались, вот, на самом кончике парковки. Вот так вот. В общем, ладно. Посмотрим. До следующего видео, в общем. Всем привет из города Мальборг. Мы с Пашей ранним воскресным утром выехали. И вот приехали здесь очень огромный замок. Но плохо видно его против солнца. Хотя именно с этой стороны лучше всего видно замок. Видно, замок открывается через реку. Но здесь было бы здорово вечером. Так как в закатных лучах этот замок вообще прекрасен. Но на рассвете, увы, мы здесь и видим замок только так. Так, сейчас обойду дерево, ещё покажу с той стороны. Точнее, здесь вот как раз самый лучший вид на замок. Но единственное, что не видно, он весь тёмный. Да, здорово бы сюда на рассвете приехать. Ой, на закате. Вот так вот. В общем, это город Мальборг. Неподалёку от Гдыни. Мы, в принципе, проехались тут не знаю даже сколько. 60, 70, 80 километров. Ну, в общем, вот такой вот. Здесь замок очень, очень, очень красивый. Так что советую побывать здесь, если будете где-то проездом. В Гданск из Врослава. В общем, до следующего видео не знаю, где мы ещё побываем. На обратном пути. А вот Паша. Ладненько, до следующего видео. Всем привет из города Быдгощ. Мы сюда приехали вообще изначально в каменец... А, нет. Соли... Боже мой. Соли... Боже мой. Как он называется? Соли Скуяшский. Так. А Быдгощ что-то рядом. И мы приехали в гости к нашим зрителям. И решили прогуляться по этому городу Быдгощ. Вот здесь вот у нас статуя балансирующего мужчины. Там каната ходит. Там у нас, ну не видно, не знаю, на видео вот трос. И он на тросе балансирует. Очень красиво. И один трос как бы. Ну действительно балансирует. Вообще очень красивый такой центр города. Река рассекает. Здесь вот мы находимся на таком широком мостике. Чем-то напоминает мост Карлов в Праге. Слегка напоминает. Вот. Ну еще дальше, чтобы ходить гулять, я еще сниму видео. Всем привет из Быдгоща. Продолжаем нашу прогулку по городу Быдгощ. Вот у нас сегодня уточки в эфире еще. Так спокойно сидят вдоль берега. Вот так вот. Вот. Вот впереди это у нас там центральная площадка. Там часто проводятся всякие фестивали и концерты. Тоже очень много мостов в этом городке. Вот один из мостов. Мы по некоторым проходили сегодня. Очень-очень мне понравилось и советую посетить этот город. Потому что в отличие от Вроцлава и там еще других городов, которые мы посещали, мне в этом городе очень нравится то, что уровень реки, точнее уровень земли к реке очень низкий. Пороги низкие. Очень здорово то, что можно вот так вот прогуливаясь, наблюдать настолько близко воду. Это делает город необычайно уютным. Мне очень понравился этот город. Здорово. И, наверное, еще сюда вернемся. Очень красивый. В общем, советую. И тоже мостов много. Речка, площадка. Но центр очень красивый. Уютный городочек. Такой вообще здорово. Здорово, в общем. Всем привет из Бытгощи и добро пожаловать в этот замечательный городок. До следующего видео.